всем здарова народ с вами варчик в этом видео познакомлю вас со стримом по ту сторону экрана как это выглядит у меня самый частый гость моего стрима это обогреватель поскольку комната холодноватая возле стола стоит системник в нем а и 777 до 0 к 6 над его оператива видеокарта 1070 неплохой такой ночник синего цвета за 100к на столе у нас два монитора мышка клавиатура наушники и микрофон клавиатура помойка мембранная светится но помойка мышка стилсириас сенсей рубероид прикольная мышка форма мне очень нравится но клик уже немного барахлит нужно иногда подклеивать наушники hyperx cloud 2 прикольные наушники удобные приятный классный звук но очень старый уже немножко рассыпаются но еще работа и два монитора samsung старый монитор который был основным и теперь новый монитор основной бенкью микрофон который радует уже довольно давно вас называется м аудио убер миг стоит он на дешманской стойке с алиэкспресс в принципе выполняет свою роль четко и безукоризненно радует вас хорошим звуком и моей великолепной буквой теперь поговорим про основной монитор бенкью gv2480 есть у него и бесполезные функции такие как колонки которые я сразу отключил даже не знаю как они там работают но некоторые пишут в интернете что они тихие также есть еще датчик освещения при помощи которого можно включить функцию чтобы подсветка монитора подстраивалась под яркий свет в комнате либо темный чтобы ваши глаза отдыхали также монитор порадовал меня еще своей хорошей сборкой все очень надежное такое приятные материалы ножка с прикольной текстурой сзади на крышке тоже на ощупь все очень классная ножка них липкая в отличие от самсунга у монитора есть сзади кабель менеджмент очень приятный механизм наклоном монитора вперед и назад больше он никуда не наклоняется но мне в принципе больше никуда и не надо samsung s24d 330 стоил мне столько же 10000 как и этот банки но покупался настолько давно что сейчас уже за такие деньги монитор намного лучше хорошая сборка хорошие материалы тонкие рамки на самом деле рамки по бокам и сверху они буквально пару миллиметров к ней еще добавляется рамка на самом экране в пол сантиметра а вот на старом самсунге рамка здоровенная оба монитора разгоняются до 75 герц что в принципе мне и нужно у банки и ps матрица выглядит намного лучше солиднее и приятнее чем тнк у самсунга одинаковое разрешение у обоих монитора 1920 на 1080 банки он чуточку меньше у него буквально двадцать три восемь диагональ плюс еще у него рамки намного меньше чем у самсунга поэтому он кажется меньше хотя он практически такой же единственное что мне не понравилось в банки это меню в котором нету объяснения каждому пункту в меню в то время как в самсунге все объясняется чтобы вы не наклацали ничего лишнего но в принципе разобраться можно настроить и забыть про это меню также на столе еще имеется гейминг держатель для провода мыши желтая изолента чтобы сматывать клешни рачином в рандоме флешка для расширения черного списка поскольку в картошке черный список забился переходник на видеокарту поскольку я сын пубга кар всегда со мной сковородкой третий шлем целом монитор был приобретен всего лишь на 75 герц не на 144 по двум причинам первая причина и основная монитор был приобретен на 75 герц они на 144 как это принято у всяких там геймеров поскольку чем больше герц тем больше денег стоит монитор а прирост качества изображения будет не настолько заметен как прирост цены для меня оптимальный вариант монитор на 75 герц поскольку самый заметный рывок это 60 герц на 75 а вот 75 на 144 будет уже не так сильно заметно тем более что мнение во всех играх вообще есть такой фпс и зачем мне переплачивать за такое неизвестно если бы я стримил через два компьютера тогда имел бы смысл поскольку фпс бы был выше вот такой вот скромненький видос для своих снятый на вебку с не очень длинным проводом поэтому качество какое получилось было бы камера снял бы намного красивее но имеем что имеем с вами был варчик играть красиво всем пока